Музыка К юбилею полета Юрия Алексеевича Гагарина будет построен парк национальной горности. Это уникальный строительный объект для всей России на самом деле. Также в рамках этого проекта мы сегодня начинаем учебный курс на базе университета. Курс продлится фактически 18 месяцев. Мне кажется, это станет основой возрождения известнейшей архитектурной саратовской школы. Я надеюсь, что из этих 120 молодых людей, которые сегодня начинают учиться, появятся архитекторы, которые будут строить здания не только в Саратове, но и по всей России. Мы с сегодняшнего дня становимся членами команды парка имени Юрия Гагарина. Потому что парк – это же не только благоустроенная территория под Саратовом, это же еще и образовательные программы, и отдельный сайт, который соберет всю информацию о российской космонавтике, о подвиге Юрия Алексеевича. Это отдельная работа с каждым из направлений. У нас учебный курс будет распределен, вы сейчас видели нашего голландского партнера, который будет рассказывать, как строятся парки, как строятся города. Потом приедут специалисты, которые будут учить, что такое правильное озеленение в городе. Отдельно приедут светохудожники от компании «Филипс», которые тоже будут рассказывать именно технологии современные, как развивать города, как их улучшать и как работать с памятниками архитектуры, как работать с видовыми площадками, как работать с общественными пространствами, что такое современный школьный двор, что такое современная детская площадка и многое-многое другое. То есть это 500 часов образовательных программ. Правильно ли понимать, что на это время Саратов станет своего рода таким центром столицы архитектурной образовательности? Я думаю, что по итогам работы нашей за 18 месяцев, я уверен, что, конечно, станет. Потому что наша задача, чтобы эти ребята, студенты, они участвовали во всех наших проектах. У нас уже есть первая поездка в июне в Санкт-Петербург. Я планирую, что мы съездим с лучшими студентами в Новороссийский Геленджик, потому что у вас здесь был в прошлом веке великий архитектор Калистратов. Он построил огромное количество исторических зданий здесь, но он же построил весь и Новороссийск тоже, и Геленджик тоже. Поэтому это очень интересно посмотреть именно за пределами региона, как развивалась Саратовская архитектурная школа. Потому что эти архитекторы прославляют, как и Юрий Алексеевич Гагарин, не только Россию, но и свою малую родину. Раз уж вы заговорили о саратовских архитекторах, вы лестно отозвались о саратовской архитектуре. Скажите мне несколько слов о том, как выглядит в Саратове исторический центр архитектуры. Где я был сегодня, и то, что мне показывали, он выглядит прекрасно. Понятно, что есть ветшающие здания, это вопрос времени, как их реставрировать. Но та уникальная архитектура, я не знаю, от центрального рынка до всей территории вокруг набережной, это, конечно, национальное достояние России тоже в рамках архитектурной школы. Вы по проспекту Гирова пришли, да? Вы пришли в улицу? И мне тоже очень понравилась и гостиница «Волга», и все. Я знаю всю критику населения, я тоже, наверное, поработал бы с вывесками, поработал бы с фасадами, но это вопрос времени. Вопрос в том, что появилась зона, где можно гулять, вопрос в том, что появилось красивое освещение, и появилась атмосфера города, знаете, как мы называем тактильное ощущение жизни. Люди ходят, мамы, бабушки, не только молодежь. Это вот, значит, и стало общественным пространством, улица зажила. Вопрос времени, вопрос работы с резидентами первых этажей, чтобы они мыли свои витрины, убирали кричащую рекламу, наверное, вообще убрали музыкальное сопровождение, которое идет на улицу. Но это шаг за шагом. Просто было бы, наверное, логично, если в Саратове появится такой парк всероссийского значения, сам Саратов тоже будет. Ну, мне кажется, когда ты ставишь такую планку, то как раз вся другая архитектурная школа, которая же на сегодняшний момент существует в городе, она будет подтягиваться под это. Потому что я думаю, что какие-то наши лекции, наши обсуждения мы максимально будем делать публично и приглашать всех, включая архитектурное сообщество города. Скажите, пожалуйста, вот сам парк, его концепция, она мыслится как что? Это будет, ну, наверное, если так можно сказать, сакральное место. Это будет парк памяти. То есть это именно мемориал увековечения подвига всего советского народа и его яркого представителя, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Потом, я надеюсь, что проект будет дальше развиваться, появится уже и образовательная, и развлекательная часть. Но это не может делаться там, где сейчас, где стоит Стелла, где приземлилась капсула Юрия Алексеевича. Задача из этого сделать большой туристический объект федерального значения. Там, конечно, будет рассказываться о космосе, там сам даже маршрут прогулочный по парку называется 108 минут. И на плитке и рядом будет отсчет тех минут, как Юрий Алексеевич себя чувствовал в космосе, в каком диалоге он был с Центром управления полета, с конструктором Королевым и многое другое. Задача вовлечь, увлечь человека. То есть мы планируем, что 500 тысяч россиян будут посещать этот парк. Это парк памяти. Это здесь важно, чтобы люди, попав на эту территорию, посмотрели глазами Гагарина, который приземлился на вид на Волгу, на просторы Саратовской земли. Именно эта первая часть, она должна быть центром силы и центром памяти. Парк будет состоять из двух частей. Это где стела и вокруг прогулочный маршрут, отдельная площадь, сувенирные магазины, зона приемов, 14 флагштоков, символизирующих участников космического клуба, кедровая аллея. Я надеюсь, что космонавты будут приезжать и сажать, это станет доброй традицией, сажать кедры, потому что у Юрия Алексеевича Гагарина был позывной кедр. И отдельная зона вокруг капсулы, потому что стела и капсула находятся в неком отдалении от себя. И это будет такой мемориальный комплекс. Все остальное, что связано с развитием развлечений, науки, мне кажется, много объектов есть же и в самом Саратове. Их тоже надо развивать. То есть просто одним парком нельзя решить тему памяти подвига Юрия Алексеевича Гагарина. Здесь должна быть глубокая работа и с музейными работниками, и с учителями истории, чтобы просто каждый житель Саратова понимал, что Гагарин – это про него. Скажите, а людей как туда планируется подвозить? Там будет расширение дороги, будет автобусное сообщение и большая программа. Мы 11 апреля этого года будем презентовывать весь парк. У нас, честно, уже все нарисовано, но мы хотели бы к юбилею это ответить на все ваши вопросы. Там будет все, включая велодорожки, автобусные подъезды, будет отдельная площадка для личного и общественного транспорта. Так что это большой инфраструктурный проект. Вот сейчас по нашей статистике от 50 до 100 тысяч человек посещает парк. Мы ставим задачу, чтобы полмиллиона человек приезжало в течение этого. Включая иностранных гостей? Включая иностранных гостей, включая. Это будет отдельный туристический маршрут. Наша задача, чтобы у россиян всегда зажигалась лампочка в голове, что если едем в Саратов, это надо посетить. Или это отдельные путешествия, отдельно посмотреть. Мне кажется, что как раз такой проект и будет работать. Потому что по нашим даже социологическим исследованиям, 96% россиян хотели бы, чтобы их дети интересовались космосом. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Роман Абрамович по-прежнему является инвестором парка? Роман Абрамович по-прежнему является соинвестором парка. Как вы сказали, что там часть федеральных денег, часть частных денег. Спасибо. Наш университет настоящий партнер этой программы, потому что это наши студенты будут принимать участие в образовательной процессе. Наши преподаватели. Но самое главное, что программа очень интересная. То есть действительно опыт Московского центра урбанистики и опыта Московского государственного университета, они положены в основу этой программы. Конечно, мы тоже принимали участие в ее составлении. Но самое главное, что это современные подходы. Это возможность увидеть новые консультальные решения, новые технологические решения в архитектуре, в дизайне архитектурной среды, в устройстве городских пространств. И здесь наши партнеры, они нам очень помогут. Я в этом уверен, потому что мы находимся в тесном контакте, согласовываем все элементы программы. Ну и понятно, что важен интерес студентов. Студентам действительно интересный. И когда мы с ними проводили беседы предварительные, когда их отбирали на эту программу, это порядка ста человек, наших молодых студентов-архитекторов, действительно они видят перспективы. Потому что программа – это не только лекции, это какие-то занятия, но это еще и стажировки и практика. Причем стажировки как в отечественных архитектурных центрах, так, возможно, и за рубежом, идущих архитектурных школах. Это очень важно для региона, потому что молодые студенты, будущие архитекторы должны видеть современное состояние, международное состояние архитектуры и дизайна городской среды. Я уверен, что все лучшие наработки и знания, которые они получат в результате освоения программы, в будущем лягут в их проекты, которые они будут реализовывать на территории нашей области. Ну и не только на территории области, но и, может быть, даже по всей России. Очень важно поднять уровень нашей архитектурной школы, он и так неплохой. Но с помощью этого образовательного проекта, я думаю, что он станет еще выше. Что касается парка покорителей космоса, то здесь мы также являемся партнерами. Вот сегодня мы с Сергеем Александровичем Капковым обсуждали, возможно, в наш институт урбанической архитектурной среды будут переданы определенные элементы проекта, которые будут реализовываться. Мы будем делать некоторые его части совместно. Я думаю, что это как раз та практическая работа, которая в том числе органично вольется в образовательный процесс. Будем привлекать не только наших действующих архитекторов, но и аспирантов, магистрантов, студентов. То есть обучение уже через реальную практику, и в скором времени они смогут, возможно, увидеть следы своих архитектурных изысканий, своих работ. Это тоже очень важно. То есть обучение через практику с получением реального результата в нашем регионе. Вот, может быть, еще два слова про саму программу, чтобы понять нашим зрителям, что в ней есть такого, чего нет в обычной программе в университете. Вы понимаете, что есть образовательные стандарты, есть как бы перечень предметов, дисциплин, которые реализуются в основном как образовательные стандарты, и там очень много традиционных. Конечно, есть так называемая вариативная часть, которая подразумевает адаптацию к нынешнему состоянию архитектуры, состоянию дизайна архитектурного. Но, тем не менее, самые передовые подходы, когда студенты общаются с носителями, с людьми-практиками, которые подсказывают те нюансы, которые из учебников никогда не увидишь. Потому что задача современной высшей школы – привлечь максимально практиков, реально работающих специалистов. И здесь возможность специалистов самого высокого уровня привлечь сюда. Плюс образовательные технологии. Вот, например, сегодня на презентации, и потом в образовательном процессе будут использоваться очки виртуальной реальности. То есть преподаватели московские будут писать специальные программы для 3D-моделирования того или иного проекта. И студенты смогут в объеме, то есть как в реальности, видеть, как устроен этот проект, какие в нем элементы, как он выглядит с различных ракурсов, ну и так далее. В том числе в будущем и свои проекты также визуализировать. Вы в университете такие очки не используете? Мы такие очки используем, но используем, правда, немножко на других факультетах. У нас есть институт прикладных, информационных технологий. Вот там уже это все внедряется давно. Но что касается данных студентов, студентов института урбанистики, да, это здесь для нас будет инновационным. Здесь, конечно, ничего сверхъестественного нет, но те технологические возможности, которые нам предоставляют наши партнеры, вот это в том числе и финансовые затраты, потому что это оборудование дорогостоящее. А представьте, вот группу 100 человек обеспечить таким оборудованием, а это и будет сделано. Вот сегодня они уже привезли это оборудование, мы на презентации будем вместе с ними использовать, и я думаю, что в перспективе с помощью этой технологии мы добьемся хороших результатов, в том числе. Возможно ли, что иностранные гости, которые здесь присутствуют, вот архитекторы, дизайнеры в будущем станут работодателями? Может быть, какие-то... Вполне возможно. Они будут не только работодателями. Дело в том, что это дополнительная программа, но есть еще и наши основные программы, то есть программы, которые положены в основу получения высшего профессионального образования, и я думаю, что, может быть, мы будем приглашать и этих, или их коллег-преподавателей для реализации наших программ, в том числе и на английском языке. С одной стороны, это, в общем-то, соответствие нашего образования международного уровня, о чем неоднократно говорилось руководителям, руководителями нашего министерства отраслевого и, в принципе, руководителям страны, потому что наше образование должно действительно являться полноценным, полноправным элементом международного. Есть как бы общепринятые стандарты, которым мы тоже должны соответствовать. Это в том числе и языковые подготовки, и возможность как бы реализовывать образовательные программы на английском языке. Это в том числе и привлечение иностранных студентов. То есть наша школа будет расти, и я думаю, что она будет интересна не только нашим студентам, но и студентам из-за рубежа. Это тоже важная задача развития российского образования. Так называемый экспорт образования – это и статус страны, и статус образования, и статус университета, который реализует такие программы. Для нас это тоже очень важно. И здесь вот наши партнеры иностранные, возможно, нам очень многое во многом помогут.